Республиканский фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» проводится в Республике с 1995 года. За всю историю более 37 тысяч любительских ветеранских коллективов показали, что жить интересно и со смыслом можно в любом возрасте. На областном туре 12-го Республиканского фестиваля народного творчества вновь собрались седовласые артисты. Для них концерт не только возможность показать свои таланты, но и шанс встретиться с другими активными и творческими коллективами Брещины. Наш коллектив принимает участие во всех фестивалях областных, а в Республиканске это уже второй раз. В 2010 году мы принимали участие в 10-м заключительном Республиканском фестивале творчества ветеранов в городе Минске. Поэтому мы уже стали лауреатами и сегодня приезжаем с огромным удовольствием. Нас это всегда радует, это придает какие-то силы, настроение. Этот фестиваль приурочен, конечно же, к 70-летию освобождения Беларуси, поэтому много будет звучать тематических произведений. Ну, наши ветераны, это уже традиция у нас существует с 89-го года, когда мы начинали только проводить еще областной фестиваль у нас был. Делегация будет ехать в крепость, возлагать цветы от участников нашего областного отборочного тура. Женщины-ветераны Брещины не только голосистые и веселые, они еще и талантливые мастерицы. Доказательство тому – проведенная в рамках фестиваля выставка рукоделия. На ней были представлены изделия из соломы, вязаные сувениры, вышитые рушники. Особый интерес представляли работы Нины Тесевич, в частности, вышитая картина Крамского «Незнакомка». Эту «Незнакомку» может год вышивала, потому что у меня хозяйство, я из деревни, все, вышиваю долго. Мои дочки вышивают, так они вышивают таким крестиком, а я увидела и говорю, привезете мне эту скепку. Они выписывают, и приходят нитки, ну там точечки, птушечки, где что, а уже сам подбираешь по этих нитки. Фестиваль «Не стареют душой ветерана» уже давно завоевал почетное место среди подобных концертов. Мероприятие создает условия для самореализации и активного отдыха ветеранов, позволяет заявить о себе, быть собой и действительно не стареть душой. Я еще в школе занималась пением, даже немножко и танцевала, но поскольку я родилась в деревне, то где-то развернуться, танцевать, ну возможности не было такой. А потом уже все, в школе пела, закончила школу, я пошла сразу работать пионер-вожатой, там участвовала в самодеятельности. Потом поступила в институт, заочно работала в школе, и везде, где я работала, я везде принимала участие в хоре. С завершающим этапом 12-го Республиканского фестиваля народного творчества «Не стареют душой ветераны» станет встреча самых интересных ветеранских коллективов со всех областей Беларуси в столице. Но даже тем, кому не удастся попасть в Минск, волноваться не о чем, ведь они уже показали, что их жизнь проходит интересно и может служить примером не только людям третьего возраста, но и значительной части молодежи.